Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 30 декабря 2019 года. Это видео я посвящаю допотопному метро нашей цивилизации, которую скрыли из мировой истории. Метро было допотопа. Посмотрим на примере станции Новокузнецкая. Потоп имею в виду засыпы, завалы метровыми слоями глины. Про метро многие уже говорили и предполагали, что это было в прошлом. Я эту тему обсуждала в группах и соцсетях с 2016 года. Очень много интересных комментариев и наблюдений соратников. Логично, что если я предполагаю, что были железные дороги и вокзалы, железнодорожные, смотрите мои фильмы по Павелецкому вокзалу, и мой первый фильм, с которого пошло в народ слово «допотопное», как недавнего прошлого, «Москва, допотопный, XIX век», о чём умолчал Гелировский, в нём, в этом фильме, в 2016 году я показывала подземные московские туннели, строительство которых требовало необычайной инженерной мысли, школы, массы специалистов, заводов, лабораторий, бюро конструкторских. Тогда Алексей Кунгуров и многие блогеры «Альтернатива» обратили внимание на мой фильм и на эту идею, что да, вот эта подсказка в том числе об уровне цивилизации, которая способна на такие трудозатраты, и это превышает современный уровень. Туннели в разрезе по форме яйца. Известно, что яйцо — самая идеальная форма по прочности. Природа знает, что делает, и каков был уровень знаний наших предков, которые в виде идеальной кирпичной кладки протянули под городом и палатами XVII века, как на Солянке. Это макет подземной Москвы под домом на Солянке. Это здание на чистом глазу блогеры, экскурсоводы, официалы датируют концом XIX века. А там рядом палаты XVII века и вот такие подземные шедевры. Соответственно, в других фильмах, таких как «По Большой Дмитровке» я показывала, что под улицей проходит подземный туннель, кирпичные своды, как полагается. Это вполне могло быть станцией метро, к которым мы привыкли. Там такие же своды. Туннели везде под городами, в России, в Европе. Туннели проходят и под большими реками, такими как Нева, Днепр, Волга, река Великая, Пскове. Это из известных. Есть еще тоннели. Конечно, эти сведения основаны на небольших и случайных фрагментах информации от людей, которые где-то что-то слышали, которые как-то участвовали, которые были знакомы с теми людьми, которые попадали в эти тоннели по работе, по каким-то секретным вещам. Все это, естественно, нет такой доказательной базы стопроцентной. Официалы, те, кто в теме, тщательно скрывают настоящую историю. И тема туннелей, и развитой цивилизации в средние века и ранее не входит в историю, написанную иноземцами-паразитами для нас. Подойдем к теме метро как части инженерной, коммуникативной и социальной системы, которой пользовались наши предки, о чем благополучно забыто. И нельзя даже упоминать на серьезных площадках. Туннели в Ливерпуле, Париже, Москве, Петербурге, Челябинске, Самаре, Казани и так далее. Факт того, что метро в Москве собирались строить еще до революции, есть. Мы об этом не знали, но проекты такие были. Значит, дореволюционные чиновники либо были в курсе о допотопном метро и могли реконструировать, восстанавливать его. Одна из веток должна была проходить через Красную площадь надземным способом, соединяя берега Москвы и реки. Справка. Первое предложение по созданию метро в Москве появилось еще в 1875 году, когда инженер Василий Титов выдвинул идею проложить подземную железнодорожную линию от Курского вокзала через Лубянскую трубную площадь до Мариной рощи. Но до проекта дело так и не дошло. Предположительно, против метрополитена была настроена Русская Православная Церковь. Цитата из письма столичного архиерея к московскому митрополиту Иннокентию. Возможно ли допустить сию греховную мечту? Не унизит ли себя человек, созданный по образу и подобию Божию, спустившись в преисподнюю? Но официально аргументом для отказа строительства стала экономическая нецелесообразность. Ну, конечно, какая уж тут целесообразность, если по той же официальной версии в конце XIX века здесь были деревни, Мариной рощи, леса, да еще работящие крестьяне проложили дорогу о Троицкой дороге до Останкино, получившей название Царской дороги, к приезду в Останкино в 1856 году царя Александра II. Какие сознательные крестьяне! Они не просто сознательные, они еще и дорожные специалисты, они же дорогу проложили. Они не только земледельцы и скот пасут, но они еще и дороги строить мастера. Вот какие у нас крестьяне, оказывается. Да, и Марина роща была застроена одно- и двухэтажными домами для бедноты. Прекратились традиционные народные гуляния. Это после постройки этой железной дороги, потому что она отрезала Останкино от города, от дороги к городу. Все это прекратилось. Марина роща оказалась отрезанной от Останкино. По старой дороге, ныне Шереметьевская улица, рано утром и на закате проходила Большое Московское стадо, уничтожавшее последние островки зелени. Виндовская линия, строительство которой началось в 90-е годы XIX века, окончательно перерезала Марина рощинские земли, и Марина роща превратилась в городской тупик. И снова, как в далекие годы, атаманше Марии, Марина роща приобрела дурную славу. Вот такую легенду нам сочинили. Итак, зачем тогда, в 1875 году, прокладывать подземную ветку в отдаленный район бедноты преступников? Если этот район славился преступностью и еще застал советские времена, вспомните знаменитый сериал «Место встречи изменить нельзя». Проект мог быть предложен, если царские инженеры знали, что есть тоннели, но их нужно откапывать и восстанавливать. Но вернемся к одному из старых районов Москвы. Фото 1939 года. Во все идет реконструкция Москвы, передвигают дома. На этом фото есть кое-что интересное. Тогда еще много было следов недавней катастрофы. Постройка метро. Вот рабочие достают из шахты фрагменты какой-то старой техники. Шахта выложена камнем. Характерная кладка 17 века и много еще подозрительных деталей и несоответствий. Идею к созданию этого фильма по метро «Станция Новокузнецкая» мне подсказала наша соратница Нина Расторгуева. Она обратила внимание на разные стили внутреннего интерьера станции, а именно мраморные скамьи с великолепным растительным орнаментом высочайшего мастерства и ленты советских барельефов с символикой как несоответствие архитектурному стилю скамьи. Официально история станции такая. Год постройки 1943. Это разгар Великой Отечественной войны. Произошел перелом, и наши войска прекратили отступать и перешли в наступление. И то, что мрамором из храма Христа Спасителя выложили станции метро Кропоткинская и Охотный ряд, и далее сказано в официальной версии скамейки украсили станцию Новокузнецкая. Однако здесь есть несоответствие с исторической справкой по храму Христа Спасителя. Часть плит с именами героев Отечественной войны 1812 года раскрошили и рассыпали на дорожках в московских парках, а часть пошла на отделку городских зданий. Это официальная справка. Далее официальная справка. Тем временем в конкурсе победил проект Бориса Иоафана. Он задумал построить здание 420 метров высотой, тем самым обогнав самое высокое на тот момент здание в мире. Это про дворец Совета. Еще одна справка. 18 июля в «Известиях» было опубликовано постановление о конкурсе на проектирование Дворца Советов, и буквально на следующий день начались спешные работы по разбору храма. Это важно. Вот эта справка, она важна для того, чтобы понять. Дальше вы поймете, почему. Листы обшивки крыши и куполов сбрасывали вниз, разбивая облицовку и скульптуры. Сброшенный с храма крест не упал, а застрял в арматуре купола. Но работы все равно продвигались слишком медленно, поэтому храм решено было взорвать. 5 декабря 1931 года. Запомните эту дату. 1931 года. Было проведено два взрыва. После первого взрыва храм устоял. По воспоминаниям свидетелей, мощные взрывы чувствовались на расстоянии нескольких кварталов. Итак, а где хранились эти скамьи до постройки станции метро до 1943 года? Храм взорвали в 1931 году. Особо тут по справке сказано, что ничего не берегли. Скульптуры с храма Христа Спасителя, которые уцелели, хранятся в Донском монастыре. Они сегодня там есть. Мрамора можно было приспособить куда угодно. А вот скамьи с растительным орнаментом, если все было так спешно, и никто особо не старался сохранить, что-то изберечь. Далее читаю. «Для транспортировки блоков гранита и мрамора из северных губерний Европейской России в северо-западной части Московской губернии был прорыт Екатерининский канал. Искусственный канал соединил Москву-реку с Волгой через реки Истру, Сестру, Дубну». Это для того, чтобы привезти мрамор в храм Христа Спасителя. То есть вот откуда мрамор доставали. Искусственные каналы прорыли. Далее. Во внутреннем убранстве храма Христа Спасителя скамеек таких нет. Есть другие скамьи. А ведь Лужков, когда восстанавливал этот храм, задумал полностью повторить интерьер и полностью повторить архитектурный облик храма, что снаружи, что внутри. Да, он технически другой, но интерьер полностью повторен. Если по скульптурам все ясно и можно подтвердить, то у скамьи не вписывается библейский ветхозаветный сюжет как часть интерьера храма Христа Спасителя, построенного якобы как память о войне 1812 года. Но архитектура, рисунок, орнаменты скамеек не подходят ни под описание войны 1812 года, ни под библейские сюжеты ветхозаветные. Там другой орнамент. Думаю, что здесь нам сам рамше. Однако врать им не впервой. Это их суть. Ложь, так как дети лжи. Кто такие они, думаю, всем понятно. Это паразиты, которые захватили власть на планете. Рассматривая внимательно мраморную спинку скамейки, она поднимается высоко вверх сплошным полотном и закручивается в изящную трубу с роскошным растительным орнаментом. Ничего иудейско-христианско-религиозного нет абсолютно. Сколько раз в жизни, бывая на этой станции довольно часто, я проходила мимо этих скамей, но не фиксировала внимания на этой красоте. Взгляд у нас словно замылен. Мы в этом социуме, в своих делах, в своих заботах, мы не замечаем того, что находится рядом. Вот оно, открыто. Имеем глаза, да не видим. Первые строители метро – великолепный фильм «Добровольцы». Строительство станции «Сокольники». Песня Утесова «От сокольников до парка на метро». До парка культуры имеется в виду. Для того, чтобы строить метро, необходимы точные карты грунтов и фундаментов. Могли ли советские энтузиасты все это знать? Когда сегодня сюрпризы появляются при очередных раскопках даже Кремля, где, казалось бы, ну все известно, обнаруживается второе дно храмов в центре Москвы, Таганке, Первой Мещанской, Лубянке, Политехнического музея, Большой Дмитровке и многих-многих других улиц. А ведь эта информация о подземельях, о подземном грунте должна была собираться в одно место, особенно при Советском Союзе. На деле оказывается, что ни архитекторы, ни инженеры, ни историки, ни краеведы московских подземных исторических мест не знают, иначе не было бы неожиданностью провалы, как на Большой Дмитровке или Филипповском переулке. Они не знают, поэтому объяснения нелепые. Не знают ни жители, ни чиновники. Нет связи поколений. Это говорит о том, что было чрезвычайное событие, катастрофичное, из-за которого исчезла эта информация. И это не Первая мировая война и не революция. В наше метро очень понравилась Софи Лорен, когда она приезжала на съемки фильма «Подсолухи» в 1970 году. «Помню, мы снимали в московском метро, и я была поражена его архитектурой», — говорила Софи в интервью. Смотрите мой фильм «Тайны села Коломенского» с Оксаной Локтевой. Две серии. В село Коломенское Дьяково как раз снимался фильм «Подсолухи» с Софи Лорен. Метро наше действительно отличается от всех станций мира своей красотой, богатством и убранства. И это не может быть случайностью. Здесь был центр мировой цивилизации. И это самый глобальный обман мировой истории. Сама этимология слова «метро» от французского «метрополитен». как столичная подземная дорога. Если самое красивое метро оказалось в Москве, как столичная подземная дорога, если мы предполагаем, что центральные станции московского метро могут быть допотопные, и советские метростроители откапывали, реконструировали, восстанавливали их, если этих доказательств окажется достаточно много, а их становится все больше. Центром, столичным центром мира. Потому что метро в Париже, Лондоне, Европе, Америке, они простые по своему функционалу, они просто функциональные, практичные. Они в подметке не годятся нашему московскому метро, потому что это произведение искусств. Мозаика станции метро Новокузнецкая выполнена в блокадном Ленинграде. Это 1943 год. Это, конечно, колоссальное мужество и вера в победу при такой тяжелейшей войне. Та старая станция не очень большая. Старую, как я предполагаю, допотопную станцию удлиняли в одну сторону в 1970 году. Так написано. Хотя станция удлинена в обе стороны, в сторону экскалатора и в сторону перехода. И здесь уже все проще. Экономия средств чувствуется. Станция удлинена. Станция удлинена. Станция удлинена. Станция удлинена. Нет, еще была. Вы где ее еще применяли? Так, я вот эти вот хочу. Тоже, по-моему, остался от старой цивилизации. Вот эти проходы, возможно, с этим полом. Нет, это уже пол новый, а вот кусочек старого. Вот он, да, старый пол. Частично, да, частично. Так, а здесь все поломали, да. Здесь пытались закрыть. Сравнивая скамьи, порталы и мозаику и барельефы 1943 года, приходишь к однозначному выводу – это разные стили, совершенно. Конечно, самое простое, чтобы не задавали лишних вопросов, сказать обывателю, что эти скамьи и эти порталы из Храма Христа Спасителя. Но нет никаких подтверждений тому. Если про мраморные плиты еще можно так сказать, то про эти скамьи нет. Нет никаких доказательств, ни одного упоминания. Еще техническая неувязочка. Если мраморные плиты с Храма, то продолжение вестибюля 1970 года имеет мраморную облицовку. Мраморные плиты станции отличаются. Есть очень старые, возможно, действительно из Храма Христа. Есть пановея, поставленная в 1943 году. И выглядят панели как искусственный мрамор. В 1970 станцию удлинили и повторили барельефы и отделку мрамором. Откуда мрамор – информации нет. Возможно, это искусственный мрамор, технологии изготовления которого были во времена Сталина. Многие сталинки отделаны искусственным мрамором и гранитом. Но это тоже в поздний Советский Союз скрывалось и убиралось с глаз долой в угоду западным технологиям. Реверансы и лоббирование их интересов в СССР через продажных чиновников от Компартии. И, оказывается, здесь ничего не умели. А вот на Западе во всем первые. Но тоже и с мрамором. Вот современная справка сайтов, занимающихся производством искусственного мрамора. Начиная с середины XIX века, декоративные элементы из искусственного камня стали использовать при восстановлении памятников старины зданий и сооружений, имеющих большую культурную и социальную значимость. Позднее, середина 1930-х годов, искусственный камень получил массовое распространение в строительстве жилых зданий и общественных сооружений различной этажности во многом благодаря американской компании «Эльдорадо Стоун Корп», по технологии которой искусственный камень производится сегодня в десятках стран мира. На Западе искусственный облицовочный камень на основе цемента появился в 60-х годах прошлого века. Сегодня искусственный камень стали производить и в России, и в Беларуси. Возить искусственный камень из-за рубежа стало нерентабельно, и в результате цены на него снизились почти вдвое. Вот, пожалуйста, и современные строители не в курсе, что здесь до войны были уже технологии создания искусственного камня. Очень сомневаюсь, что при строительстве, вернее, очистке от последней катастрофы, восстановлении и модернизации станции Новокузнецкая в разгар кровопролитной войны, вернее, в 1943 году, использовали зарубежный гранит. Нет, делали свой. Или при удлинении станции в 1970 году. Реставрации станции не было, кроме обновлений барельефом в 2017. Значит, пол остался с 1943, и там хорошо заметно, как остался пол 1943 и от допотопного метро. То, что метро имело выход ниже современного уровня примерно на 6-8 метров, то и эскалаторы пришлось менять, делая более крутой угол подъема. Обращают на себя внимание то, что верх тоннелей эскалатора сделан, что называется по-советски, именно учитывая реальные возможности. Это ребра жесткости. И это заметно. На сами стены, видимо, фанерные щиты, возможно, из металла, закрашены, побелены. Сравнивая мраморные скамейки высочайшего уровня, понимаешь, что это уже делала другая цивилизация, более упрощенная, с меньшими техническими возможностями. Так, это ребра жесткости. Что там под ними, что за материал, пока не понятно. Справка. Станция имеет наземный вестибюль в уличном павильоне на Пятницкой улице между домами номер 21 и 23. Он построен в виде массивной ротонды с мощным упрощенным куполом. Архитекторы вестибюля Гейфрейх Рожан при участии Тосунова и Шагурины, инженер-конструктор Семис, скульптор Мотовилов. Это первый в Москве павильон в форме ротонды с куполом и колоннадой по всему периметру. Позже такая конструкция станет типовой. На месте наземного вестибюля раньше находилась церковь «Пороскилы. Пятницы на Пятницкой», снесенная в 1934 году при подготовке проекта генплана развития Москвы. А в этом многоэтажном здании находится радио «Маяк Радио Россия». И в свое время, в 90-е годы, я там очень часто бывала и записывала множество-множество передач на радио. Итак, значит, на месте вестибюля станции метро Новокузнецкая, этой ротонды, находилась церковь. Сегодня нашими исследователями-альтернативщиками найдено много фактов того, что множество церквей, храмов, усадеб имели связь с подземными тоннелями. И стены церкви могли послужить и стенами вестибюля метро, фундаментами. А на сегодня пока все. Дополнения по допотопному участку Новокузнецкой-Третьяковской я сделаю буквально вдогонку, возможно, сразу после Нового года. Поздравляю вас всех с зимними каникулами наступающими. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам понравилось видео и было полезным, информативным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делайте репосты. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ!